Русский оккупант Я делала высококлассную радиотехнику и автомобили, славилась духами и бальзамами. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там добывают шпроты, а часть населения чистит унитазы в Европе. Я оккупировал Среднюю Азию. В голых степях я построил каналы, заводы, космодромы, больницы и стадионы. Там строили космические ракеты и самолеты, развивали промышленность, выращивали пшеницу и хлопок для всей страны. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там развивают американские кредиты и выращивают коноплю. А часть населения уехала работать на стройке бывших оккупантов. Я оккупировал Украину. Вместе с украинцами я строил авиадвигатели, корабли, танки и автомобили. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там разрушают все, что осталось от оккупанта. При этом там не строят ничего нового, кроме бесконечных майданов и диктатуры. Да, я оккупант. И я устал извиняться за это. Я оккупант по праву рождения. Я агрессор и кровожадный урод. Бойтесь. Это я терпел зверства польских интервентов во времена смуты. Но чем закончилась их интервенция? Это я жжу к Москву, чтобы не отдать ее Наполеону. Но как закончил Наполеон? Это я сидел в окопе у Волоколамска, понимая, что нацистов удержать не получится. Где теперь те нацисты? Где их проклятый Гитлер? Ко мне домой приходили все, кому не лень. Турки, англичане, поляки, немцы, французы. Земли хватило на всех. По два с половиной метра на каждого. Поймите. Мне не нужна ваша лицемерная свобода. Мне не нужна ваша гнилая демократия. Мне чуждо все, что вы называете западными ценностями. У меня другие интересы. Вежливо предупреждаю в последний раз. Не нарывайтесь. Я строю мир. Я люблю мир. Но воевать я умею лучше всех. С уважением. Русский оккупант. КОНЕЦ Продолжение следует...